Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmort. Урок номер 31. Продолжаем настройки темы Woodmort, настройки, потом магазин разворачиваем и ярлыки товаров. Изначально ярлык круглый, прямоугольный и с закругленными углами. Сейчас я вам покажу, где это отображается. Первое – значок распродажи «Включить-выключить». Чтобы его увидеть, вам нужно в товаре при добавлении цены указать аукционную цену, сниженную. Тогда появляется значок прямо здесь, вот минус 20%. Здесь тоже это показано. И я назначил уже его красным. Это бэкграунд, заливка фона. Если вы здесь ничего не заливаете, то будет подставляться акцентный ваш цвет, который вы назначили в стиле и цвета. И, соответственно, Cell Label Text Color – это цвет текста вот в этом лейбле. Соответственно, если здесь красный, ну там у меня уже белый, нормально смотрится. И, соответственно, вы можете вот эти моменты менять, если вдруг круглый, вот, не особо вам нравится. Например, вот так, в списке товаров здесь тоже отображается этот значок. Следующее, мы подвижемся с вами дальше, статус «Новый». Показать ярлык «Да», «Нет». Если показать, то сколько дней будет ярлык висеть. Ну, то есть, сколько дней будет считаться товар, что он новый. Ну, то есть, вот, скажем, вы только добавили его в интернет-магазин, можно повесить к нему такой значок. Допустим, я выставил вот четыре дня, вот этим ползунком, и цвет, заливка цветом этого значка, можете указать здесь, и цвет текста на этом значке. Тут же у меня появился значок «Новый» у последних добавленных товаров, которые были не позже четырех дней. Следующий есть значок «Хит», «Топ продаж», «Выводить», «Не выводить». Тоже заливка фоном, заливка цвет ярлыка «Горячий товар». Дальше, «Нет в наличии». Если статус «Ну, нет в наличии», это можно задать в карточке товара, да. Тоже заливка фона и цвет текста на этом значке. Следующий, фон метки атрибута «Заливка» и цвет текста. Это все то, вот здесь вот, что вы выводите. Один килограмм, 500 грамм, давайте здесь сделаем белый. Вот эти вот значки, которые на картинке у нас отображаются, также они видны у нас вот здесь, да. Здесь настройки мы с вами рассмотрели. Следующий давайте разберем «Производители». Здесь можно выбрать бренд. То есть, смотрите, вы идете сначала в атрибуты, вот сюда вот создаем. Здесь также, вот я создал бренд, но только учтите, что ярлык должен быть обязательно английскими буквами, иначе он выводиться у вас не будет. Дальше в бренды я добавил один бренд, чисто для теста. То есть, вот он, название бренда, картинку прикрепил. Возвращаемся в настройки. Потом вот здесь я выбираю бренд, если я хочу выводить. Показать бренд на странице товара, где он будет отображаться. Давайте зайдем вот здесь, во-первых, на картинке и там, и там он вот здесь отображается, прямо здесь. И вот здесь он выводится. Это вот как раз и есть «Показать бренд на странице товара». Дальше. Позиция бренда. Это вот как раз указано, где, только сейчас я вам показывал, где это отображается. Еще можно вывести в боковую панель. Сайдбар. Дальше. Показать вкладку с информацией о бренде. У меня уже это выводится. Да, сейчас это не выводится, потому что я сейчас покажу, что нужно сделать, чтобы оно выводилось. Возвращаемся в бренд. Вот в этот бренд, именно в атрибутах, вот этот блок описания не должен быть пустым. Допустим, вот я написал описание бренда. Сохранить. После этого обновляем страницу о бренде. Вот появляется, во-первых, вкладка о бренде и описание. Также вы должны прицепить к самому товару этот бренд, не забываем. То есть проходим в настройки товара, переходим в атрибуты. Вот здесь вы увидите, я бренд добавил, выбрал его здесь и сохранил. После этого бренд выводится. И, соответственно, здесь тоже. Не забываем это сделать. Теперь, если мы делаем использовать название бренда для заголовка, тоже изменения есть. То есть заголовок вот здесь идет о бренде. Если я сейчас обновлю страницу, то будет О и название подставляется самого бренда. И также здесь можно красиво оформить эту вкладку вместо простого текста. Можно это сделать через Elementor. Красиво оформить блок об этом бренде. Как это сделать? Мы с вами уже неоднократно ранее касались неких HTML-блоков. Вот это здесь вкладка находится. Создаете новый и можно через Elementor это создать. Смотрите мои предыдущие уроки, как я это делал. У меня, допустим, есть вот уже один блок. Как его вставить именно вот в этот бренд конкретный? Я напротив вижу шорткод. И конкретный вот этот шорткод, он относится вот к этому HTML-блоку. Там у меня реализована просто картинка с пандой. Это просто для примера. Далее я возвращаюсь в товары, атрибуты, бренды. И вот сюда захожу на стройки. И захожу в конкретный бренд. Удаляю вот здесь описание. И сюда в описании я вставляю шорткод вот этого HTML-блока конкретного. с идентификатором 121. И сохраняюсь. Далее идем в товар. Переходим на вкладку о бренде. И подставляется HTML-блок, заранее мной подготовленный. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в теле. Какаю! Отс stream Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok